мне вот кусочек подогнали металла только что позвонил человеку спросил есть возможность кусочек металла 20 20 очки 20 очки 20 миллиметров 2 сантиметра толщиной надо сделать сейчас одну приспособу хитрую небольшой это приперу такой еще и останется куда-нибудь хотела уже дело из двух десяток делать 10 миллиметров начал выражаться в миллиметрах юхан и баба станок появился раньше всех было в сантиметрах думал делать без двух десяток сваривать теперь есть возможность сделать из из 20 очки теперь бы не ошибиться сейчас надо все здесь от песочек и и так сказать чистенько было нарисовать и вырезать вот так вот выглядит теперь лист металла после песочницы и сейчас занимаюсь рисованием сейчас надо вырезать атакует причин долина здесь просто выпили дал здесь вот перемычку вот это я не знаю как и быть честно по углам засверлюсь здесь 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 и здесь так чтоб лишние не пропилить вырежу тут прорежу болгаркой здесь а тут на блин лобзиком что друзья прорезал насквозь говорится там где мне нужно не стал я заморачиваться здесь просверлил по углам шестеркой здесь десяткой потому что пилка по металлу обычным лобзиком выпиливал пилка по металлу шестерку не залазят в десяточку достаточно эту сторону блин солнце в общем у тут буду резать вот по этой линии оставил оставил все-таки 7 сантиметров пускай будет вот теперь удаляю это и это и потом вырезаю вот эту запчасти у лена то друзья распилил вот такой 20 сантиметров а так я уже не помню менее важно все равно сейчас буду вырезать еще два сегмента в принципе обрезки остаются вот такие вот куда-то пригодятся их нельзя никуда девать такой металл навес золото распускаю своим станком все никак обзор не сниму как сделано с чего сделан почему столько на сверлено отверстие это все было нужно когда-то зафиксировала там гайку затянул все она никуда не двигается здесь выставил так что проходил металл 20 миллиметров вот и как распиловкой распускаю во первых угол выдерживается более-менее под 90 градусов учетом говорит ну ровненько плюс-минус руками при себе проспиливал нет так бы не получилось друзья плюс пока распиливается он еще и шлифуется так сказать вот такие вот дела очень удобно очень болгарку не сдвигал стойку ее можно по креплением выдвинуть сюда ближе к краю более длинные если совсем тут до 50 сантиметров можно распустить металл вот это все убирается сдвигается и как распиловочкой распиливается редко даже никогда не пользовался такой длинный таким длинным распилом в основном мне хватает не меняя вылета вот здесь жестко удобно не закусывает офигенно сейчас тоже рисую что мне нужно и как мне нужно тут тоже два сегмента выпилить сделать их две одинаковые части получились вот такие вот две замечательные абсолютно можно сказать одинаковые запчасти у ленки поставить ровненько офигенно получилось сейчас самое сложное начнется начнется самое сложное сверлить и нарезать резьбу нарезать резьбу 20 миллиметров капец как утомительно получилось у меня друзья вот такие вот два абсолютно симметричных абсолютно от слова совсем симметричных хоть так если посмотреть хоть как хоть замерить хоть поставить можете поверить на слово очень здорово помог сверлил северлильный станок хоть он и китайский ровненько все размечал вот они линии где нужно как нужно здесь нарезана резьба и вот здесь нарезана резьба 20 миллиметров м10 шаг блин не помню вот стандартная не знаю сколько здесь полтора 125 не знаю короче не чик такой ходовой вот только вот здесь остальные все обычные вот и это запчасти ли получается раз два три теперь можно собрать все до кучи никаких проблем как то так ну собственно вот для чего все это дело делось размеры индивидуальные делал так как мне нравится все только ради вот этой вот штукенции барабан становится над станиной я уже говорил тут три пальца остается но над суппортом он друзья не проходит чтобы понимали это вот вот так вот над суппортом 220 на станины 360 и барабан но никак никак не становится вот резцедержка точнее не малая продольная сдвинута до конца уже до упора здесь уперся уперлась все но резец я вот задвинул да так что тут проходил и что мы здесь имеем вот суппорта уперся в барабан резец смотрит вот сюда а нужно как минимум чтобы резец находился вот здесь поэтому сейчас ставим вот эту причандали ну и посмотрим со стороны как все это дело выглядит оставится все это дело вот таким вот образом берем вот так и ставим неудобно тяжеленько вот так углы у меня засверлены поэтому прижимаю ровненько они не упираются вот таким вот образом и дальше затягиваю друзья раз два три 4 5 6 7 болтов вот этих вот они будут эту причин долину держать сейчас подтяну все подтянул все держится это я для того чтобы вынести резец чуть дальше и в сторону теперь остается прикрутить вот эти вещи прикручиваются на 4 болта м10 10 и 9 крепость вот таким вот образом совпадухи стопроцентные станок я повторюсь еще раз помог вот поэтому неважно будет это верхняя либо это верхняя абсолютно без разницы и выношу резец вот сюда друзья вот таким вот образом ну почему взял на болты они приварил ну во первых чтобы не крутанула металл во вторых ее можно использовать вот таким вот образом и резец поставить подальше вот как то так и также в сторону давайте хотя бы сейчас на один болт схвачу чтобы показать все четыре не буду потому что и точить не буду у меня нет специальных резцов вот сюда они в пути нет запасных сменных пластин вот она одна единственная поэтому пока все в дороге в пути вот делаю то что то что еще пригодится вот такие вот дела давать сейчас хоть вот так хоть вот так вот так без разницы все симметрично все сходится сейчас одним пока схвачу и посмотрим вот так друзья примерно будет выглядеть все это дело примерно если нужно будет выйдем выдвинуть резец ну выдвину еще либо больше пока на два болта повторяюсь куплю хорошие болты 10 9 не такие печальные просто кинулся в нужного размера у меня нет и уже конкретно затянул также и здесь здесь 88 ну поставлю 10 9 также подкладочка чтобы было в центр очень удобно выставлять резец так как выше на вот это соответствует выше не резцедержки то есть вот эта вся причин дарина полегает к низу резцедержки идет соответственно сюда и получается тоже самое друзья вот здесь снизу то же самое поэтому подкладка у меня под 16 так чтобы смотрела все в центр но это сейчас я закрепил вот этим выступом вперед также повторюсь еще раз можно вы развернуть при необходимости ну возможно все это дело будет вот так на постоянке здесь края скрулены чтобы не упиралась в упиралась друзья в угол вот здесь снизу сверху нет а вот снизу не в резцедержку out в малую получается продольную и теперь чем мы имеем мы имеем теперь отведенный резец уже вот так ну сюда уже больше то и не воткнешь вот и теперь можно все это дело будет как-то обрабатывать но по крайней мере это где сделал для именно для барабанов и для тормозных дисков для проточки с одной стороны и с другой стороны вот смотрим резцедержка уперлась до до суппорта еще есть расстояние отводим слегка делаем зазорчик да даже вот так можно побольше не подводим резец резец как видно уходит за барабан вот такие вот дела теперь можно будет друзья протачивать спокойненько нарезать ручьи я не знаю там чего угодно то есть обрабатывать алюминий можно будет запросто это лично срезал два кольца это чугунная это алюминиевая первый раз говорится это тоже алюминий к это чугунняк срезал капитально раскусываю чтобы не откручивать барабан все сейчас вот это стачиваю так прям наверное отрезным и сточу так вот 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 так вот получилось это отметина где заканчивается чугунина здесь сантиметр по центру сантиметр здесь сантиметр и 1 миллиметр краю канавки по шесть с половиной шириной глубиной 7 миллиметров до чугунины видно сейчас буду растачивать теперь на клин под они там разные есть под 34 градуса есть по 36 по 38 все зависит от диаметра но я буду растачивать вот таким вот резцом по крайней мере попробую он имеет ухл 35 градусов и не 34 и не 36 35 в клин будет становиться запросто кто-то точит напильником кто-то точит болгарками я также делал в общем все работает если я проточу резцом с 35 градусами то я думаю и не если никому это не скажу да то никто не догадается вот как то так то посмотрим попробую сейчас движка у и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как алюминий все-таки мягкий, пробовал я зажимать просто в патрон на разжим. Оно налазит, но он слишком мягкий, нагрузки здесь не кислые. И он просто проворачивается на полуоси. Очень удобно. Тем более, мне ее с патрона доставать не надо. Гайковертом сейчас отбиваю. Четыре болта. Ставлю другой барабан и работаю с ним. Все. Как-то так. Простачиваю второй барабан. Так сказать, вторые шки. Так же все отрезан. Простачиваю отрезные. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Приходится ступеньками проходить Не за раз Не более отрезным Очень удобно Не знаю кому как Очень удобно Резец еще ни разу не поменял И даже не перевернул Другая сторона новенькая Алюминий чугун До сих пор им режу Сделал вот такую защиту Пластиковую На два болта Просверлился Гораздо меньше стружки на полу Не она летит конечно Но по большей части Она вся вон туда скатывается Сразу Там ведро Поперечную двигаешь Она сгибается Туда-сюда Такой жесткий пластик При этом Двигается вместе с суппортом Это на время Точения вот Алюминия Потому что он не магнитится Плохо выметать Обычную стружку Собираю магнитом Прошелся И туда Здесь так Не хочет Приходится так Так Ну и третий барабан Друзья Готов Останется его Запесочить Чтобы было Культурмультур Как говорится Вот Эти почищенные Ну еще раз чистану Мне не сложно Этот записочу Эти записочу И можно Отправлять Заодно Вот эта вся ржавчина Отобьется Будет как новенький Вот Как-то так Все друзья На этом Пожалуй Видос можно закончить Доволен как слон Вообще Прям вот Делаю то Что мне нравится То что нужно Там где нужно Оставляю столько Сколько нужно Не то что там Этот Токарь Запоролнится Сколько Четыре Или пять Барбанов Да Четыре По-моему Вот Они тоже Нынче Недешево Стоят Даже на разборке Вот такие вот дела Ладно Друзья С вами был Санек Скоро Увидимся Продолжение следует